Это шоу Пьера Бёртона, и сегодня в программе Брюс Ли, китайская суперзвезда. Сегодняшний выпуск 9 декабря 1971 года, место съёмок — Гонконг. Брюс Ли. Потерянное интервью. Брюс Ли стоит перед дилеммой. Он на пике своей славы в Америке. Ему предстоит сниматься в сериале, но он уже завоевал признательность поклонников здесь, в Гонконге. Чему он отдаст предпочтение — Востоку или Западу? С подобной проблемой хотело бы столкнуться большинство начинающих актёров. Это шоу Пьера Бёртона. Мы снимаем нашу программу в самых крупных мировых столицах. И сегодня мы находимся в Гонконге. Гость сегодняшнего выпуска — человек, который преподавал карате, дзюдо и китайский бокс. Джеймсу Гарнеру, Стиву МакКуину, Ли Марвину и Джеймсу Коберну. Новая суперзвезда из Китая. Известная на Западе по сериалам «Бэтмен», «Зелёный шершень», «Лонг Стрит» и «Айрон Сайд». Его зовут Брюс Ли, и он даже не знает Путунхуа. Давайте дадим слово Пьеру. Скажи, как ты снимаешься в китайских фильмах, не зная Путунхуа? Ну, прежде всего я говорю исключительно на кантонском диалекте. А значит, есть существенная разница в произношении и тому подобном. Значит, в фильмах накладывают чужие голоса? Верно, верно. Это просто открываешь рот? А тебя не смущает, что когда ты идёшь в кино, особенно в своём родном Гонконге, что ты смотришь на себя с чужим голосом? Не особо, ведь большую часть фильмов здесь всё равно дублируют на Путунхуа. Всё дублируют? Конечно. В этом плане фильмы попросту снимают без звука. Так что разницы никакой. Значит, ты всё время неправильно артикулируешь? Да, в этом и состоит основная трудность. Понимаешь, на кантонском некоторые слова произносятся иначе, нежели на Путунхуа. Ага. И мне приходится прибегать в речи к чему-то похожему, чтобы создавалось нужное впечатление. Искать что-то, что совпадало бы с Путунхуа. Как в старом немом кино, да? Как в старом немом кино. Но я считаю, что дубляж фильма всё равно получается неестественным. Да, я с тобой согласен. Для меня кино – это в первую очередь движение. Ну да. И я считаю, что диалогов в принципе должно быть как можно меньше. А ты сам много дублированных фильмов посмотрел до того, как снялся в своём первом фильме? Да, да, да. И каково твое впечатление от увиденного? Я должен признать, что качество достаточно сильно хромает. Но в то же время замечу, что оно постепенно повышается, приближается к тому стандарту, который я называю качеством. Говорят, что секрет твоего успеха в том фильме, в фильме «Большой босс», который произвёл фурор и вознёс тебя на пик слава в Азии, в том, что ты сражался без дублёров. Как знаток многих боевых искусств в Китае, что ты думал об увиденном в фильмах до того, как стал известной личностью? Конечно же, в самом начале я совсем не планировал, что то, чем я занимался тогда и занимаюсь до сих пор, приведёт к тому, чем я занимаюсь сейчас. Это да. Но сами боевые искусства несут в себе глубокий смысл. По крайней мере, для моей жизни, потому что актёром, мастером боевых искусств и человеком я научился быть благодаря боевым искусствам. Наверняка не все наши зрители понимают значение этих слов, так что давай поясним, что такое боевые искусства. Хорошо. Под боевыми искусствами подразумевают все виды рукопашного боя. Каратэ, дзюдо, китайское кунг-фу или китайский бокс, неважно, как вы это назовёте. То есть все виды. Айкидо, корейское каратэ и так далее. Но это всё боевые формы сражения. Некоторые из них уже стали спортивными единоборствами. Но не все. В некоторых, например, есть такие приёмы, как удар в пах, давление на глаза и так далее. Неудивительно, что добился успеха. Китайские фильмы полны такого. Им нужен был такой парень. Жестокий человек. Так ты играл без дублёра в фильме, который снимали здесь, да? Всё делал сам. Да. А ты можешь рукой или ногой разбить 5-6 деревянных досок? Я скорее себе руку или ногу сломаю. Расскажи-ка мне... Ты ведь открыл свою школу в Голливуде? Да. Где обучаются Джеймс Гарнер, Стив МакКвен и другие актёры? Да. А зачем изучать китайские боевые искусства? Неужели ради роли в кино? Не совсем. Для большинства из них и для меня, по крайней мере, учитывая мой стиль обучения, любой вид знания есть путь к самопознанию. Когда они приходят ко мне и просят меня обучить их, то, скорее, не для самообороны или чтобы кого-то отметелить. В первую очередь, они хотят научиться выражать себя через движение. Свою злость. Свою решительность. Да что угодно. То есть, другими словами, они платят мне за то, чтобы я показал им в боевой форме искусство выражения с помощью человеческого тела. То есть, в некотором роде актёрское мастерство? Ну... Ведь это полезное умение для любого актёра. Это... Может, это прозвучит слишком по-философски, но это как актёрская игра без актёрской игры. Ты меня уже запутал. Да? Что я пытаюсь выразить, так это комбинацию двух подходов. Естественного инстинкта и самоконтроля, которые нужно гармонично использовать вместе. Используя лишь инстинкты, ты не сможешь следовать сложившимся традициям. Если же слишком себя контролировать, то будешь двигаться как кукла. Совсем не по-человечески. Самое лучшее – это сочетание обоих вариантов. Так что нам нужна нечистая естественность или неестественность действий. Идеальной была бы естественная неестественность. Или же наоборот. Иньянь, да? Абсолютно верно. Точно. Один из твоих учеников, Джеймс Коберн, сыгравший в фильме «Наш человек Флинт», продемонстрировал в фильме «Приёмы каратэ». Этому он у тебя научился? Он обучился после съёмок фильма. То есть он пришёл к тебе после съёмок? Да, да. Понимаешь, я не обучаю именно каратэ, потому что я не верю в стили в единоборствах. Я имею в виду, что нет таких понятий, как, например, китайский. Китайском боксе. А чем он отличается от американского, скажем? Ну, во-первых, мы используем ноги. Хорошее начало. Также мы можем использовать локти. Большие пальцы тоже используете? Используем всё, что только можно. Бить можно всем, да. Придётся, потому что только так можно выразить человеческое тело. Нужно использовать абсолютно всё, а не только руки. Если мы говорим о бое, но если это вид спорта, то это уже другое дело. Мы должны следовать правилам и положениям. Но когда мы говорим о настоящем поединке... Без правил. Без правил. О настоящем. То для него, детка, стоит тренировать каждую часть твоего тела. И когда я хочу нанести удар, при этом я немного наклоняюсь, стараюсь оставаться в кадре. Мне нужно использовать всю мощь своего бедра, а потом ударить. Сконцентрировать в ударе всю энергию. И превратить кулак в оружие. Не хотел бы я с тобой встретиться в тёмной подворотне, сразу говорю. У тебя быстрые и резкие движения. Скажи мне, а в чём разница между китайским боксом и тем, чем занимается молодёжь в восемь утра на крышах, то есть боем с теней? Вообще, это одна из составляющих китайского бокса. Существует много школ и направлений. Создаётся ощущение, что все тут вот этим вот занимаются. Это хорошо. Я очень рад этому. Рад это видеть. Ведь, по крайней мере, люди стали следить за собой, поддерживать физическую форму. Это очень хороший признак. Это своего рода медленный вариант упражнения тайцзи цюань. Это я сейчас на путунхуа сказал. А на кантонском будет кайди куны или тайчи. Ясно. И этот комплекс упражнений предназначен больше для пожилых людей, а не для молодёжи. А можешь продемонстрировать хоть немного? Руками двигают медленно, как бы... Да? Отталкивая что-то. И в то же время движения связаны и непрерывны. Сгибаете, растягиваете... Всё. Не прекращая двигаться. Чем-то напоминает балет. Так и есть. Идея состоит в том, что проточная вода не протухает. Так что нужно продолжать течь, двигаться. Из всех твоих известных учеников, Джеймса Гарнера, Стива Маккуина, Али Марвина, Джеймса Коберна, Романа Полански, кто из них лучше? Кто лучше всего адаптировался к восточным упражнениям и единоборствам? Это как посмотреть. В качестве бойца Стив. Стив Маккуин. В этом отношении он хорош. Потому что из этого негодника гвозди можно делать. Я видел это на экране. Он всем своим видом будто говорит «Так, детка, я пришёл, вот я какой». И ты знаешь, так оно и есть. А вот Джеймс Коберн – человек мирный. Я его встречал. Встречал? Тогда ты знаешь, какой он славный и добродушный. И всё такое. Да, понимаешь? В боевых искусствах он ценит философский аспект. Так что его понимание их глубже, чем у Стива. Так что мне трудно выделить кого-то конкретного, понимаешь? Понятно. То есть я имею в виду, что они все разные. Всё зависит от того, что ты видишь в человеке. Интересно, что нам не удалось, в отличие, например, от древних греков, объединить воедино философию, искусство и спорт. Но ясно видно, что на Востоке все три эти понятия объединяют в единое целое. Да, слушай, вот на самом деле... Для меня как? Вот лично для меня. Боевые искусства — это способ честного самовыражения. А эта задача не из лёгких. Мне очень легко устроить представление, вести себя нахально, переполниться самоуверенностью и продемонстрировать, что я вот такой крутой. Или делать какие-то фальшивые вещи, ослепить ими себя и зрителей. Или же я могу показать какие-то крутые движения. Но для того, чтобы выразить себя, выразить без фальши, для честного самовыражения, друг мой, необходимо трудиться в поте лица. Нужно тренироваться. Нужно поддерживать рефлексы, чтобы они сработали, когда они нужны. Чтобы когда ты хотел двигаться, ты двигался. И в движении ты полон решительности. Ни дюйма без этого не проходишь, только так и можно. И если я захочу ударить, я это сделаю, при этом выложусь на полную. Вот к этому нужно стремиться с помощью тренировок. Чтобы стать одним целым сэ. Понимаешь? Да, это совсем не западное отношение. Я хочу расспросить тебя о карьере в кино, но сперва мы прервёмся, а позже вернёмся к нашей беседе с Брюсом Ли. Я общался с Брюсом Ли, в основном о китайских боевых искусствах, таких как китайский бокс, карате и дзюдо. Им он обучал людей в Голливуде. После окончания университета в Вашингтоне, где он изучал философию, можете себе представить. И вы, возможно, уже поняли, почему она ему подходит из первой половины нашей программы. И то, как он попал на телевидение. Он знал массу актёров. Я слышал, что тебе удалось получить роль водителя ката в сериале «Зелёный шершень» только потому, что ты оказался единственным китайцем, которому удалось правильно произнести имя главного героя Брита Рида. Разумеется, это всего лишь шутка. Ну и имя они для него выбрали. Каждый раз, когда я произносил его, я уделял этому массу внимания. Вообще, это интересная тема. Вот, например, учишься ты говорить на китайском. Учиться и произносить слова не составит большого труда. Труднее и сложнее всего передать не значение слов, а эмоциональную окраску, говорить экспрессивно. Например, когда я впервые приехал в Америку и поговорил с белым человеком, то во время нашей беседы мне было трудно понять, разыгрывает ли он меня, зол ли он или нет, потому что мы по-разному реагируем на вещи. Конечно. Вот с чем работать очень сложно. Это всё равно, что встретить расу, для которой улыбка значит совсем не то, что она значит для нас. Ну и в жизни так бывает, верно? Конечно. Да, и вот только сейчас это понял. Расскажи нам о важной точке в карьере, когда ты снялся в сериале «Лонг Стрит». Да, конечно. И я должен сказать нашим зрителям, что Брюс Ли сыграл в сериале «Лонг Стрит» небольшую эпизодическую роль, и это нашло очень сильный отклик у аудитории. В чем было дело? Ну, понимаешь, эпизод «Лонг Стрит», в котором я сыграл, называется «Путь опережающего кулака». И, на мой взгляд, я был успешен, потому что, потому что я был Брюсом Ли. Самим собой. Самим собой, верно. И я лишь выразил самого себя с помощью этой роли. Просто честно выразил себя. И именно поэтому я получил похвальный отзыв от редакции «Нью-Йорк Таймс», в котором говорилось «Китаец, которому удалось сыграть настолько убедительно, что он достоин главной роли в отдельном сериале». Ну и все в том же духе. А ты не помнишь, что внес в сценарий «Стерлинг с «Элефант»»? Ключевые реплики. Ты же знаешь, что он тоже мой ученик? Тоже? Да. Всюду твои ученики. Но там были реплики, выражавшие твою философию. Не знаю, вспомнишь ли ты их? Я их помню. Давай послушаем. Вот что я говорил. Я о твоем диалоге с персонажем Джеймса Франсискуса. Я сказал ему «Опустоши свой разум». Стань бесформенным. Аморфным. Как вода. Когда воду наливают в чашку, она становится чашкой. Когда воду наливают в бутылку, она становится бутылкой. Когда воду наливают в чайник, она становится чайником. Вода может течь. А может, крушить. Будь водой, мой друг. Ну и в том же духе. Да, я понял основную идею. И то, какая сила за ней скрывается. Значит, теперь произошло следующее. Во-первых, у тебя есть все шансы получить роль в американском сериале «Воин». Где ты планируешь использовать боевые искусства в западном сеттинге, да? Это была моя первоначальная идея. На сегодняшний день компания «Парамаунт», что сняла «Лонг-стрит», предлагает мне роль в сериале. А с другой стороны, компания «Ворнер Бразерс» хочет, чтобы я снялся у них. По моему мнению, обе эти компании хотят, чтобы я сыграл в картине современного жанра. А идея съемки вестерна кажется им старомодной. Несмотря на мое мнение. А ты хочешь сыграть в вестерне? Хочу. Понимаешь ли, в каком еще жанре можно оправдать все эти удары ногами и руками? Всю эту жестокость. Как ни во времена Дикого Запада. В наше время ты же не выйдешь на улицу и не начнешь молотить всех подряд. Потому что если выйдешь, то... И все? Да, из пистолета. И неважно, насколько ты крут. Это касается и китайских постановок, большинство из которых исторически. Здесь они полны насилия и крови. Которые снимаются здесь? Да. К сожалению, да. Я надеюсь, что в фильмах с моим участием... будет... пояснено, почему было применено насилие. Независимо от того, во благо оно применялось или во зло. К моему сожалению, в большинстве современных фильмов... Главная цель — это показать насилие. Как в тех фильмах, где парни колотят друг друга полчаса и получают более 50 ударов ножом. Давай я отдам тебе твой микрофон. Меня поражает тот факт... Ну да, я же мастер боевых искусств. ...что ты вернулся в Гонконг, будучи на пороге успеха в Голливуде. И вдруг, благодаря единственному фильму, ты становишься суперзвездой, и все тебя узнают. Тебе приходится менять номер телефона, тебе не дают прохода на улицах. Что ты будешь делать? Сможешь ли ты жить в двух мирах? Ты хочешь быть суперзвездой здесь или в Америке, а может и там, и там? Я вот что хочу сказать. Прежде всего, само слово «суперзвезда» меня очень раздражает. И сейчас я объясню, почему. Все звезды — это просто иллюзия. Это то, как тебя называет публика. Прежде всего, ты должен видеть самого себя как актера. Всегда приятно слышать, когда тебе говорят, «Эй, парень, ты суперактер!» Это ведь намного лучше, нежели какая-то суперзвезда. Но признай, что сейчас у тебя статус суперзвезды, если по правде говорить. Если прям по-честному, то вот что я скажу. Да, я очень успешен. Хорошо? Но вот эта звезда... Я не принимаю себя как какую-то звезду. Это правда. Поверьте мне. Я такого говорить не буду. Ну, что поделать. Давай вернемся к вопросу. Хорошо. Ты останешься в Гонконге и станешь знаменитым, поедешь в Америку и станешь знаменитым, или попытаешься убить сразу двух зайцев? Скорее всего, и то, и другое. Я уже принял для себя решение. Я считаю, что Америке следует показать восточную культуру. Настоящую. Восточную культуру и традиции. Голливуд этим явно не занимается. Это точно. Мы для них стереотипны. Узкоглазые, с болтающейся косичкой, ну и тому подобное. Но это устаревший образ. А это правда, что твоей первой ролью должна была быть сын номер один Чарли Чена? Да, сын номер один. Но фильм так и не вышел. Нет, 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 нет. Они собирались снять что-то вроде нового китайского Джеймса Бонда. То есть теперь, когда старик Чен покинул нас... Ясно. ...его сын продолжил бы начатое Чарли дело. Но фильм не вышел. Нет. Они сняли сериал «Бэтмен», что послужило толчком для других фильмов, типа «Зеленого шершня» и тому подобное. Которым ты тоже снялся. Кстати, хочу заметить, я просто ужасно там сыграл. Серьезно? Самому себе не понравился? Я просто не смотрел его. Хочу спросить тебя, с какими трудностями ты сталкиваешься, играя китайского персонажа в американском сериале? К тебе не подходили люди и не говорили, мы не знаем, какой реакции на иностранца ждать от зрителей. Но на самом деле такой вопрос поднимался и до сих пор обсуждается, а потому фильм «Воин» вряд ли выйдет в прокат. Понятно. Потому что, к сожалению, такое отношение существует в нашем мире. В некоторых частях страны, странах, они думают, что с точки зрения бизнеса такое делать очень рискованно. И я их в этом не виню, не виню. С той же проблемой можно столкнуться и здесь, в Гонконге. Если иностранец становится звездой, если бы у меня был денежный капитал, то и меня бы волновало то, примут ли мой продукт люди. Но все в порядке. В порядке. Потому что если ты искренне выражаешь себя, это не важно. А что насчет другой стороны медали? Ты человек продвинутый, американизированный. Не слишком ли ты западный для восточной аудитории? Ох, еще как. Сколько раз, сколько раз меня за это критиковали. Критиковали? Не то слово. Скажу следующее. Когда я снимаюсь в китайских фильмах, я изо всех сил стараюсь, чтобы меня не воспринимали как американца. К образу жизни, к которому я привык за 12 лет проживания в Америке. Но когда я возвращаюсь обратно в Штаты, все происходит наоборот. Ты слишком экзотичный? Да, меня пытаются заставить делать слишком много вещей только ради экстравагантности. Понимаешь, что я хочу сказать? Конечно. Серьезно. Это просто такое... Жизнь в двух разных странах дает тебе определенные преимущества, но и недостатки тоже присутствуют. Это их все испытал. А сейчас мы прервемся на рекламу. Мы скоро вернемся с Брюсом Ли. Хочу спросить тебя, то, что администрация Никсона поменяла свою позицию в отношении Китая, помогло ли это тебе получить роль в американских сериалах? Ну, прежде всего, съемки начались до этого всего. Ага. Но я думаю, что... Китай будет вызывать большой интерес в ближайшие несколько лет. Я не считаю себя приверженцем какой-то политической точки зрения. Понимаю, мне просто интересно. Но... Но открытые отношения с Китаем могут принести нам больше понимания. Люди смогут увидеть разницу в стилях жизни и культурах. И, возможно, сравнивая и противопоставляя наши страны, мы сможем создать что-то новое. Мы живем в эпохе, богатой на события. А если бы я родился лет, ну, скажем, эдак сорок назад, и я сказал бы самому себе, я хочу сниматься в фильмах или сериалах в Америке, то наверняка это была бы невыполнимая мечта. А сейчас такое возможно. Так ты все еще считаешь себя китайцем или уже жителем Северной Америки? Знаешь, кем я хочу себя считать? Человеком. Я не... Я не хочу прозвучать, как ярый фанат Конфуция, но в конце концов мы одна семья и живем под одним небом. Просто так вышло, что все люди разные. Нам пора заканчивать. Спасибо, Брюс Али, что пришел к нам. Спасибо, что смотрите. Спасибо. Вы смотрели интервью Брюса Али в шоу Пьера Бертона. Полчасовом шоу, посвященном разговорам, мнениям и спорам. С вами был Бернард Ковен. Это интервью переведено и озвучено сообществом ВКонтакте ТО Друзей.